Всем привет! Меня зовут Полина Скиданова и на этом канале я рассказываю про дизайн человека. Мы говорим о том, как человеку стать счастливее, работая со своим сознанием и подсознанием. Итак, сегодня я хочу рассказать тебе о том, что вообще такое дизайн человека. Наверняка ты много раз уже где-то слышал этот термин и задавался вопросом, что дизайн человека, что это вообще такое, почему это архитектура какая-то или о чем вообще идет речь. Ну вот сегодня в этом видео мы с тобой поймем наконец-то, что это за знание такое. Дизайн человека это еще одна система самопознания. Есть астрология, нумерология, чакрология, матрица души, судьбы и так далее, и так далее, и так далее. И вот одна из этих систем это human design, дизайн человека. Дизайн человека одна из самых молодых систем самопознания, и она выбрала, взяла, включила в себя очень много знаний из разных систем. Дизайн человека тесно переплетен с астрологией, чакрологией, китайской системой гексограмм, даже с генетикой и с ДНК. Очень много знаний вбирает, включает в себя дизайн человека, и именно поэтому он сейчас набирает популярность, набирает обороты. И в наше время уже странно не знать про себя, кто ты по дизайну человека. Чем же тогда отличается дизайн человека от других систем самопознания? Действительно, это логично. В разных системах самопознания, и в дизайне человека, и в астрологии, и в других системах вы будете находить схожие черты про себя, схожие характеристики. Ну, так и должно быть, вы же рассматриваете все тот же объект, да, вы рассматриваете себя просто с разных сторон. Но при этом дизайн человека дает очень целостное понимание человека, дает очень глубокое погружение в суть каждого человека. Дизайн человека показывает, насколько каждый из нас уникален. И еще что важно, дизайн человека дает четкие инструкции, прям руководство по применению к человеку. Четкие инструкции, как же начать проживать себя, конкретные действия, конкретные шаги, что нужно делать, чтобы начать проживать себя, свой дизайн. Давайте посмотрим на бодиграф. Это дорожная карта, это то, что вы получаете в любом расчетнике, когда вводите туда свою дату, время и место рождения. Бодиграф – это ваша схема, это изображение вашей карты, и вся информация по дизайну человека, которую вы можете узнать про себя, берется из этой карты. И ниоткуда из какого-то другого места не берется. Каждая циферка, стрелочка, линия, квадратик, черточка что-то значит, и про каждую из них можно рассказывать очень много. Бодиграф – это ваш энергетический разрез. Я часто привожу такой пример. Если мы, не знаю, положим, препарируем человека, разрежем его, да, ну вот патологоанатом что делает, разрежет и посмотрит, он увидит органы, он увидит печень, селезенку, кровеносные сосуды, скелет, какие-то ткани. Если мы разрежем энергетическую структуру человека, то мы получим бодиграф. Вот в этом красота этого знания, вот в этом красота дизайна человека. Все, что вы видите здесь, все эти центры, линии, все, что связано с друг с другом, вот такую красивую схему, а лично для меня это действительно очень красиво. Это одна из причин, по которой я влюбилась в дизайн человека просто сразу с первого взгляда, потому что, ну согласитесь, это очень эстетично. Ну для меня эта схема просто радует мой глаз каждый раз, я каждый раз восхищаюсь, какой красивый бодиграф. Вернемся. Посмотрите на эту микросхему, вы видите здесь геометрические фигуры, вы видите здесь какие-то линии, связывающие эти геометрические фигуры, какие-то цифры и вот столбики с планетами и с цифрами, стрелочки. Все это важно, все это имеет значение, но в первую очередь мы смотрим, конечно, на фигурки и на линии, которые их связывают. Очень важно, закрашена фигурка цветом или не закрашена. Эти фигурки это ваши энергетические центры, каждый центр отвечает за свой конкретный тип энергии, выделяет, вырабатывает ее или впитывает ее от других людей и от окружающего пространства. Те линии, которые связывают эти геометрические фигурки друг с другом, это каналы. Каналы это словно энергетические провода, по которым течет ток в теле человека, по которым течет энергия в теле человека. И каждый канал также отвечает за свой тип энергии, каждый канал также генерирует и проводит конкретный тип энергии. Каждая цифра это воротинка, это ворота с английского слова gate, вход энергии. То есть каждая воротинка уточняет, какую конкретную энергию, какая конкретная энергия поступает в этот центр. Все вот это многообразие информации дает нам представление о том, что за человек перед нами. Все, что можно узнать о человеке, вы можете увидеть в его бодиграфе. Дизайн человека дает представление о том, какая аурач у человека, какая энергетика у человека, как ему корректно взаимодействовать с другими людьми, как ему корректно проживать себя, проявляться, действовать или бездействовать. Чем ему заниматься, в чем он будет силен, в чем его сильные, в чем его слабые стороны, в чем зона его уязвимости. И какие основные зоны проработки встретит он на своем жизненном пути. Вот это все и даже больше дает нам знания по дизайну человека. Именно этим привлек лично меня дизайн. Он очень всеобъемлющ, в нем очень много тонкостей, нюансов и глубины. И самое главное, в нем нет ничего шаманского, какой-то волшебной палочки, какой-то магии, каких-то странных, супер эзотерически отлетевших моментов. Ну на самом деле здесь все очень логично. Эта схема очень математически правильно и логично построена. И это привлекает людей с таким аналитическим складом ума, которым я в том числе тоже обладаю. Здесь нет никакого волшебства, магии, шаманства. Здесь действительно очень простая или сложная для кого-то схема, которую мы изучаем и которая дает нам ответы, ну собственно говоря, на все вопросы. Дизайн человека, он очень про жизнь. Он очень про конкретные действия, которые вы начинаете делать уже сегодня, чтобы начать проживать себя. Это не то знание, которое вы узнали один раз про себя, прочитали, такие, ух ты как интересно, здорово, какой я классный красавчик. И пошли дальше делать то же самое, что вы делали до этого. И приходить к тем же результатам, к которым вы приходили вчера, которые вас, ну скорее всего, не устраивали, раз вы смотрите это видео и вообще в принципе занимаетесь саморазвитием. Дизайн человека дает конкретные шаги, которые вы начинаете делать, вы начинаете пробовать, вы начинаете свой эксперимент с этим знанием, и он конкретно меняет вашу жизнь. Вот это то, что еще отличает дизайн человека от прочих систем самопознания, и то, что выделяет это знание из остальных. Ну и конечно, дизайн человека дает нам представление о том, насколько каждый из нас уникален, насколько мы все отличаемся. Дизайн человека это наука о дифференциации, наука о наших различиях. И когда вы только-только начинаете знакомиться с этим знанием, вы узнаете про себя, что вы, например, генератор, а другой манифестор. И уже даже вот в этих базовых понятиях, в представлении нашего энергетического типа, а именно так это называется, да, генератор, манифестор, проектор и рефлекторы, это четыре энергетических типа, на которые мы можем разделить условно всех-всех-всех людей вообще. И когда вы только начинаете знакомиться даже с этими базовыми основными понятиями, вы уже видите, насколько мы отличаемся друг от друга, насколько это разная жизнь, когда ты генератор, и у тебя постоянный доступ к жизненной энергии, ты творец, ты получаешь удовольствие в процессе, тебе важно просто наслаждаться тем, что ты делаешь, дослышать себя, слышать свой внутренний отклик и идти за ним. И совсем другое дело, например, когда ты манифестор, когда ты здесь для того, чтобы влиять, когда ты здесь для того, чтобы проводить свою инициативу, и твой главный вопрос, на кого я влияю, что я могу изменить, что я могу привнести новое. И ты совсем не про то, чтобы активно, постоянно, ежедневно, много и вот так вот упорно работать. Это совсем другой вариант проживания себя. И каждый из нас уникален, а даже представление об этих четырех типах, о которых мы поговорим в следующих роликах, уже дает нам вот это почувствовать. Вау, так он вообще другой, этот человек напротив, он совершенно отличается от меня, а я тоже совершенно отличаюсь от других людей, во мне целая вселенная. И вот, чтобы раскрыть вот эту вселенную внутри себя, чтобы понять, чтобы погрузиться в эту красоту своего бодиграфа, мы и изучаем дизайн человека, мы и находимся здесь, на этом канале, и говорим с вами об этом знании. Надеюсь, вам стало немножечко понятнее, немножечко четче стало ваше понимание о том, что это за система самопознания такая, и зачем вообще ее изучать и рассматривать себя через дизайн человека. На этом мое видео подошло к концу, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропустить следующие ролики по дизайну человека. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, и я благодарю вас за то, что были вместе со мной, досмотрели этот ролик до конца, всем пока!